Здравствуйте, друзья! Это будет 8 или 9 или 10. У меня их сильно много, потом начинаю путаться сразу. Хотя работа началась еще две недели назад. Работа новая, необычная. Цитирую сам себя. Почему? Для многих так удобнее. Я сам люблю слушать. Давайте попробуем. Постарайтесь при этом не уснуть от моего монотонного голоса. Итак, укрытие персиков других культур на зиму. Особо я этим никогда не увлекался. Это было не интересно. Это противоречит моему мировоззрению. Вырастить не просто лучший сад в России, а я вырастил. Но и лучший сад по выносливости. Выносливость, по-моему, не научный термин. Но примите его к сведению. Это противоречит моего монотонного голоса. Потому что персики не укрытые в Сибири. Это за пределами реального, за пределами даже науки. Но тем не менее, вы уже со мной знакомы. Итак, поехали. Друзья, я получаю от вас много вопросов об укрытии нежных южных культур на зиму. Слава Богу, снега на Руси пока хватает. К сожалению, не все культуры хорошо переносят укрытие снегом. Особенно сырым, вот и пили в конце зимы. На замерзание и выпривание я отношу корни и кроны яблони, сливы, вишни. Но они-то как раз-то и являются наиболее морозостойкими. И, как правило, не укрытыми на зиму. С наиболее теплолюбимыми культурами. Виноградом, черешней, персиком, грушей. Дела похуже. Так, а где же абрикосы? И абрикосы. Это моя промышка. Самая капризная, это абрикосы. Им можно придать наклонную форму кроны, сильной обрезкой или пригибом. Укрыть. И получить несколько урожаев. И в какую-то особенно сырую, многоснежную зиму, сотепельную. Они вдруг возьмут и сопреют. Плохо быть авторитетом, от кого ждать советов. Когда сам никогда ничего не укрывал, создавая самый северный сад и с артом мировых стандартов. Но архив мой бесценен. Любознатель предельная. И вы сейчас увидите фотографии, которые практически не нуждаются в комментариях. И с учетом вышесказанного принесут вам пользу. Примечание. Несколько укрытий сделал мой сын Сергей. Мой сын Сергей Валерьевич более осмотрительный. Именно как питомниковод. У него свои маточные персики в страховой фонд. Итак, зима 2013 год. Забегая вперед скажу. С тех пор прошло еще 6 лет. И больше никогда ни я, ни одного персика не укрывали. Вот. Решили пойти до конца. Потому что иначе... Какие же они морозостойкие. В 2015 годах первый снег выпал в феврале. Это не значит, что у нас тепло, снега нет. Значит, что у нас при минус 40 снега не было. Вот. Итак, вот вам учебное фото. Значит, он взял, обмотал стеклотканью. А поверх полиэтиленом. Ну, то есть, вот эта пленка, знаете, пищевую. Вот это удачная фотография. У нас всегда мало снега. Редкий год, когда там... Обычно от щиколотки до колена. Как повезет. И вот он дальше укрылся снег. Это все само укрылось. Снег выпал рано. Накрыл еще с листьями малину. Вот она и ушла под снег. Это естественное укрытие самой природы. Пример для подражания, если вы не селекционер. Так. Вот это вот укрытие корней. В том числе и опавшей листвой. Перегнивающей с выделением тепла. И служащей пищей кормить сам корней червям. Увы. Почему-то этого не знают тысячи авторов. Средством вас информации. Рекомендуя варварский и каторжный труд. По унистяжению перекопкой и огнем. Дерна. Скорочной травы. Листвы и самих червей. Я для них. Них с большой буквы как бы. Олицетворяют все. Публикую еще один снимок. Где я отделил полусухую траву. От коры дерева. И вы видите трех червей. Их было больше. Они как бы попадали. Пока я снимок готовил. Трех червей кормился. У которых авторами СМИ рекомендуется уничтожать. Вместе с кормовой базой. Травы. Их и деревьев. Видите. Вон у него. Вон у него. Вот. Трава прилипала к деревьям. И они забирались на такую высоту. Вот. Верхолазы. А вот перед вами кладовая. Скошная трава. Еще один теплоизоляционный слой для корней. И кормовая база червям, грибам и бактериям. Это между двумя деревьями. Капна. Видите. Дальше. Питомник красивый. Плодопитомник. Это сына Сергея и Тани его жены. Невестки моей. Так вот. Там вся трава была. Где выщипана. Где вытепана. И сюда. Рядышком сад. Аточный. И сюда принесена. В виде капны брошена. И нехай себе лежит. Вот. Очевидно невероятно. Вопреки общепринятому мнению. Некоторые мои плодовые деревья. В течение последних 20-25 лет. Дают неснижаемые урожаи. Немельчайших плодов. Подкармливаемые только жменькой. Древесной золой. Не каждый год. Брошен в 2 метрах от штамба. Трава во всем саду косится. И остается. Добавьте сюда максимально сухой проветриваемый штамб. И неизвеченную крону. Выращивание на месте. Фото 6. Видите. Вроде бы у меня склон. И вон туда вдаль. Если смотреть. Туда вдаль. То там река. Склон какой-то хитрый оказался. Неровный. И вот весной вот такая лужа. А обычно таких лужей весной то и гниют. Штамба деревьев. Мое не гниет. Ну вот вам письмо моего сторонника из Владимирской области Николая Склокина. Здравствуйте. Олег Красинович. Да. Я не собираюсь стать хорошим садоводом и иметь шикарный сад. У меня задача более глобальная. О. Это раскрутить район. Заинтересовать жителей района иметь хорошие сады и окружающую среду. Но для этого надо иметь материал и знания. Вот Бог и послал мне вас. Мотаясь по району я не видел ни одного деревца абрикоса. Хотя некоторые говорят что пытаются привить на сливу. А в основном мнение что у нас они расти не могут. С материалами я думаю теперь будет нормально. А знания. Первые видеокассеты что я приобрел давно уже множатся. Вот три дня назад получил посылку с новым свежим вашим видеоматериалом. И он готовится для распространения. У меня одна девочка переписывает его на новые кассеты. А я их просто дарю. Я вам выслал фото своего авто. Вы наверное подумали на хрена. Так вот на передних дверцах. Его в скором времени появится реклама о ваших трудах. Вы конечно извините. Я это назовете. Что плохое само прилипает. А хорошее приходится проталкивать. С уважением к вам Николай. Важный выдел красным цветом. Вы думаете там лучше с другими культурами. Я таких писем. Это. Дальше я уже пишу. Вы думаете там лучше с другими культурами. Я таких писем за все годы получил тысячи. Не надо следовать слепо за мной. Повторяем мои агроприемы. Вернее их отсутствие. Не укрываю. Внимание. Не утепляю. Внимание. Не опрыскиваю. Не поливаю. Не подкармливаю. Сад. Именно опытный сад. Выращивайте в саду разные культуры. Первое. Корнесобственные китайские уссурийские сливы. Алычи. Манжурские абрикосы. Штамбовые кустарниковые вишни. Это страховой фонд. Который выживет после любых морозов. Привайте культурные плодовые деревья на 5 растений с пункта 1. Плюс на уссурийские и алкашовские груши. Сибирьки и ранетки. Выдержат после биологического совмещения по железам с оградствами морозы. И наконец. Если не хотите рисковать. Делайте. Укрывайте. Как видите на фото ниже. Вот здесь. Это фото. Кстати. Вот это вот фото. Особое. Доказать. Ну и у меня 100-200 фото. Это как бы будущее хрестоматия. Когда это в школах будут проходить. В институтах, университетах там. В институтах ни черта не знают и не умеют. Я не знаю вообще они тогда зачем нужны. Это фото доказать того, что в северных регионах почти вся Россия выживает, принимает кустовидную форму. Деревья сами. А нам надо наблюдать и повторять за природой. Помните заголовок. Мы про укрытие. Вот видите. Это про укрытие. Смотрите. Это про укрытие. Видите, черешня замерзла. Но не совсем. Значит, можно ее с такой формой держать даже на севере. Кстати, у меня не укрыто. Есть 6-метровая черешня. Но на данный момент, это как на тот момент ему сказать, я не волшебник, я еще учусь. Уже следующее поколение черешни не замерзало. Вот. Но это особый случай, особая технология. На фото 8 и 9, вы видите, погибли центральные проводники штамба черешни и абрикоса. А деревья все же живы и в кустовидной форме их невозможно погубить морозом в снежной России. Вот это, смотрите. Вот это, видите. Да, дерево погибло. Но не погибло. А на фото номер 10, уже сознательная формировка низкостамбовой форок кроны. Фото только для книг-статей. Так как специально не выращивают искусственные кроны. Растут как хотят. Селекционный сад, это когда ничего в нем нельзя делать. Это для вас фотография. Видите, как легко и просто. Варианты кроны уже полносящих деревьев. На фото 11 и 12. Растут как хотят. И главное, не имеют ран, секатора и пилы. Вот. Вот растут. Ну, что их мучить, что их калечить? За что? Они же при этом кричат. За что? Мы и так прекрасно будем проводоносить. Вот. На фото 13. Моя практика низкоштабовых прививок. Специально к земле боковые ветки не пригибаю. Все равно у нас самое бесснежное место в Сибири. Но, когда вдруг погибает штамп, просыпаются спящие почки. Выше низкой прививки. И результат на фото 14-15 одно дерево с разницей в год. Смотрите внимательно. Вот здесь, это я уточняю. Вот здесь вот, если курсорно видно. Это, торец, это пень. То есть, выше дерева нет. Оно погибло. Но все, как ни странно, я еще сам колеблялся, колебался. Даже нижняя вот эта ветка, казалось бы, она должна быть ниже прививки. Седо прививки нет. Это эливерная работа. Вот. На всех оказались прекрасные плоды. Вот она, видите. Моментально, моментально восстановилась. За счет низкой прививки. Еще раз напоминаю, мы говорим о укрытии. Низкая прививка – это часть проблемы укрытия. Кроны формируются сами, как хотят. И тогда ровненькие, пропорциональные. Вот захотелось, вот она прекрасная. Не нужен секатор. Наши любители уничтожают деревья, улучшая их секатором. А ниже страшный сон для садистов, со злобой хватающих секаторы, только увидевших ветки ниже 60-89 земли. Теперь представьте, как бы завещали эти садисты апологеты смертельных обрезок, с их требованием высоких штабов. И ведь режут, и ведь вас научили, мои дорогие, миллионы сограждан. Но меня увидят, дай Бог, тысячи. Вот, вот смотрите. Разве можно его резать? А прививка? Что такое прививка? Боковая ветка, с нее берется почка. Одна, две, три. Вот. У земли прививается, выпрямляется с помощью кола, если растет криво, косо. Вот. И получается вот такое, повезло, профессиональное дерево. Вот такое. Вот такое. Ну, за что их калечить? Половину дерева укрывается снегом. Ну, даже снега мало. Даже снегом по щиколотку все равно укроется. На фото 20, 20, а 21 все дужели взрослевые персики с якобы безобразной неправильной кроной. Ой, какая страшная кровь. Смотрите. Вот. Это реальное дерево. Поселок Сезая. Друзья купили участок. Я им подарил этот саженец. Сильнейшая обрезка сразу. Он был и так одно-двухлетний, еще год вот такой, а еще год два вот такой. Вот. Пять ведер давал. Так. Ну, вот это фото. Безобразное. Какое безобразие. Ниже попытки, вполне удачные, из опыта других садоводов. На фото 22, стелющейся под землей яблони в знаменитом саду имени Крутовского под Красноярском. Сейчас время прошло, они отказаться от этого не могут. Вот я называю сад Крутовского не фортпостом науки, а это ученый сад, а музеем. И вот с абрикосами, укрытыми снегом, дело худо. Увой спасение от мороза обернулось гниением корневых шеек и последующей гибелью именно абрикоса. Тут надо было, как только снег начал накреть, отгрести его, а не наваливать. Смотрите, это я, металлург, учу этих, извините за выражение, ученых, что нельзя так делать, чтобы гноить корневые шейки. Это абрикос. Вот умудритесь, абрикос укрытие в то же время, чтобы не было снега весной. Один из принципов. Укрываешь, тогда только полностью уснувшее дерево. Полностью. На улице первый мороз. И вовремя убери укрытие. Это про абрикос. А природа снова и снова подсказывает. Чем ниже, тем теплее, а не наоборот. Природа подсказывает. Природа подсказывает. Видите? Да, Сибирь, да, шелковица. Что делает шелковица? Правильно. У нее отмерзает. У нее настолько острые кончики веток, что они в любую зиму отмерзают. И дерево кустится. И получается не дерево, а куст. Здорово. Тоже снимок для будущего учебника. А вот это что такое? Это тихий ужас. Если дерево не калечить, не трогать вишню. Как в Европе уничтожили миллионы вишневых садов. Из-за зверской технологии. И вот уже Жельза младше. Делают предпродажную обрезку саженца роскошного сорта яблоня. Мелба из Канады. Фото 28. И лучше приживется. И нижние скелетные ветки укроются под снег. И такая коренастая яблоня и не сопреет, и никогда не замерзнет целиком. Примечание. Деревья с высокими штамбами. Изувеченными обрезка на кольцо. Слава сотням авторов и СМИ. Слава. Слава. Морозы гибнут целиком. Как результат бездумного переноса южной технологии в России. Я называю стриптизом на морозе, когда снег ниже скелетных веток. Не касается только абрикосов стати. Вот он отрезает и становится пышное кустовидное яблоня. Вот. Еще добавлю. Высокие штамбы, которые делают искусственно. Колечие деревья. Я с тех пор еще нашел сотни таких фотографий в интернете. Но статья не самая свежая. Пять лет. Шесть. Вот. И вот эти вот высокие штамбы, которые еще слабые. Потому что на них пять, десять, двадцать, сорок ран. Естественно. Через которые из дерева уходит жизнь. Еще раньше умирают. Потому что ураганный ветер их буквально ломает как спички. Вот. Вот это имейте ввиду. А моя учеба продолжается. Вот студентка Юлия Матвеева из Омска. Проходит практику в моем саду. Проходит очередной урок. Вынужденная обрезка во спасение нежнейшей черешни. Фото двадцать девять. Вынужденная обрезка. Вот там помните. Мой сын позировал там. Здесь тоже самое. Только здесь ничего не замерзло. Вот здесь. Я отрезал вот в этом месте. Ее научил. Черешня становится кустовидной. Прижимается к земле. И так далее. Справка. У черешни чаще страдает верхняя половина крови. А на фото тридцать тридцать один. Принцип воспитывать дитя. Пока оно может лежать поперек лавки. Перевожу на садовый язык. В молодом возрасте. Корни собственно деревья. В том числе персики. Еще очень гибкие и пластичные. Гибкие и пластичные. Видите. Вот знаете что там лежит. Вот это. Это полено. Это осень я взял. Еще раз говорю. Уже перестал давно укрывать. Осень я взял. Наклонил эту ветку. Пока она была такая еще гибкая. Не ломалась. Передавил поленом к земле. Пришла весна. Полено подал в сторону. Это вся моя агротехника. То есть она занимает секунды. Взял полено. Придавил. Ушел. Весной. Результат видите. Вот. А в зиму и зиму и рознь. Бывало что персики живы. А на нем ни одного плода. Цветочки почки замерзли. И вот мой друг Хрусталев. Из еврейской области. Вырастил полносящий персик. Спасая зимой под снегом. Вот. Красноречивое фото 33. Одно из моих друзей по переписке. Имея такой снежный покров. Еще умудрятся почти всем насчитанным семерякам терять миллионы деревьев. Из-за изувеченных высоких штампов. Мат в уме. Фото 34. Тоже прислано. Интересно. Ну тут уж конечно. Тут уж фанатик работал. А на этих фото. Разу 34. Технология сложноватая. Она эффективная. В саду моя другая. Зевелька Чернобаева. Значит. Я ему подарил два персика. Саженца. Вот. На второй год несколько. На третий год. Вот. С килограммчик. На четвертый год. У него получилось. Внимание. На четвертый год. Вот. Видите они. Вот. Это еще годом раньше. И наконец. У него на каждой. Пусть мелких. Но по тысяче штук получилось. По тысяче. Вот. Так вот. Я этот способ. Который. Придумал. Сам. Хозяин. Чернобаева Леонид Дмитриевич. Мой друг. И по совместительству художник. Он. Вот таким вот. Теплым материалом. Все это укутал. И я его называю. Знаете как. Почему он у него. И не сопрел. Видите. Потом пришла весна. И не сопрел. И все в порядке. Только потому что. Назовем его. Не просто. Укрытием. Укрытие разное бывает. Назовем его. Я его назвал. Чум. Термос. Термос. Чум. Термос. 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 что я придумал тут вроде бы время стекло так вот на всякий случай быстро 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 покажу такую вещь это моя это моя быкой не сюда так вот вот она вот это мой сайт найти легко три слова поисковики садится до вода железа и вы тут вот и увидите вот это вот и скажется оказывается то все что я говорю я имею на это право вот вот мои абрикосы которые путают с персиками вот а когда персики оказываются на мелкие морду воротит говорю это железо да это мелочь это знаете как я вспоминаю эту самую фильм белая ночь в пустыне когда его этого офицера вышвырнули из окна он стал ткнулся и сказал а у него гранаты и не той системы вот эти той системы вот это лучший сад в россии если вы и тем не менее укрытие вещь серьезная я предпочитаю еще расскажу я предпочитаю полукрытия я предпочитаю деревья которые имеют кустовидную форму кустовидно вот ну и все остальное вы слышали моей передачи это вы только посмотрели несколько лет несколько лет еще осталось чуть-чуть времени вот здесь вот написано результат видеоролики абаканская ученая в саду валерия лизова так да кстати вот так наберете в яндексе и выйдет в фильм просто наберете абаканская ученая в саду валерия лизова а еще осталось до на выключение без полной минуты давайте пусть он начнется так это реклама пусть хоть две минуты хоть начало и друг увидите эти персики живые с плодами во первых благодарю вас господа ученые что вы посетили меса через полтора минуты отключится сам сих пор ну спасибо там журналисты крупных газет телеканал культура был в гостях местные телеканалы без счастья не хватало ученых и вот пожалуйста вы здесь и я хочу использовать прошу просить эмоционизм нашу встречу для того чтобы люди увидели то есть уже некоторые секреты я буду рассказывать с удовольствием вот хотя многие из них тянут эти секреты на открытие извините ученым трудно в это поверить что просто с удовольствием есть открытие мирового уровня а там кто нас рассудит вы то есть вы допустим часик я буду рассказывать да может полтора ну сколько хватит у меня пороха а потом вы скажете допустим с этим согласно не согласно и главное это не то главное что у меня впервые мы с торсоном друзья старинные допустим да даже год приезжает он все знает мы делимся вот не только впечатлениями но и культурами и вот впервые у нас появилась молодежь поэтому я буду против я буду больше на вас глядя хорошо хорошо это очень важно для меня почему потому что скоро уходить персонала на пенсии мне 65 в августе ну что дальше да ничего хорошего если молодые не передадим поэтому сейчас мы с вами пройдемся так по саду я долго не буду рассказывать я скажу вот колгостил а это то есть я докажу что в этом саду нет предела возможно но это пока на словах а потом некоторые вещи уже такие чтобы показать почему его нет этого предела вот есть куда стремиться есть персики есть есть неукриванные есть есть что теперь надо надо вот таких перейти вот таких вот да вот надо же перейти на 200 граммовый на 500 граммовый это уже следующий шаг вот поэтому это самое торсона мы давно за вас зовут степан а фамилия тут 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 так и вы уже аспирантуры закончили ну что сказать не знаю удастся ли вас удивить посмотрим так значит уже удивили тем что здесь есть персики это да да так вот мы с торсоном уже это тут осталось их несколько штук уже по одному раздаю вот 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 и это самый это самое и торсоны сейчас посмотрю один день уже совсем меня не считать Ну пусть он прям твердый, как камень. Пусть это кто-то приедет. Не-не-не, я вас слишком уважаю для этого. Держите. Вот. Значит, и что получается? Вот. Плодей, котики, карман. Я всегда говорю. Внимание, друзья, через 20 секунд все закончится. Я предлагаю взять и выпустить как бы в серию продолжения. То есть взять и с экрана еще раз показать хотя бы часть фильма о посещении учеными. Пусть это будет первая серия, что вы видели, а пусть будет уже вторая. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!